Забитая канализация, перебои с электричеством, вода, которая не доходит до верхних этажей – все это теперь в прошлом, рассказывает Анна Зимина. Говорит, ремонта в доме на мехзаводе ждали более 10 лет. С недавних пор спецтехника и рабочие в этом дворе частые гости. У нас постоянно вода в канализации в подвале стекалась, невыносимая. Вонь стояла в подъездах, мошка, блохи, последние годы 3-4 здесь вообще невыносимо. У нас дверь постоянно в подъезде открытая. Мы ее не на ночь, мы ее не зимой, мы никогда не закрываем, потому что иначе мы задохнемся. Такого грандиозного обновления этот дом не видел более 60 лет. Сейчас здесь впервые капитально ремонтируют канализацию, систему отопления и электрику. Добиться того, чтобы дом наконец привели в порядок, жителям помогли в общественном совете микрорайона. Для начала необходимо было провести собрание собственников. Собрали собрание, жильцы активные, 100% явка была и поддержали, вот именно поддержали вопрос, проблему с водой, с канализацией, с электричеством. К работе подрядчик приступил в начале лета. Электрику и коммуникации обновляют одновременно. Всего здесь проложат около километра новых труб. Работы будут проводиться и в квартирах. Обновленную систему отопления планируют запустить уже в середине сентября. Ход ремонта тщательно контролируют жители. 75 квартир мы уже ввод сделали по электричеству. По канализации где-то процентов на 20 мы выполнили работы. Отопление произвели пока что только демонтаж работы. Работу ведем согласно графику. Какие-то проблемы, когда возникают, решаем все в оперативном порядке. После завершения ремонта территорию во дворе подрядчик благоустроит. Там, где сейчас разрыты ямы, появятся зеленые газоны. Алина Чемерис, Константин Головин. События.